Добрый день, уважаемые слушатели. Просьба написать, слышно ли, хорошо ли видно. Через минуту мы начнем, сейчас проверка технических характеристик. Отлично. Ну, уже половина по расписанию мы начнем. Я думаю, если по ходу к нам будут присоединяться еще слушатели, спокойно можете писать вопросы в чат. Также, Павлина, к вам адресуюсь, что если по ходу нашего выступления у вас какие-то будут вопросы, либо что-то непонятное, не стесняйтесь, пишите, мы разъясним. Приветствую всех слушателей на очередном дне открытых дверей. Сегодня мы будем рассказывать по программам поступления магистратуру по специальности философия. Но вначале позвольте мне рассказать, сказать пару слов о нашем университете, познакомить вас со спецификой обучения и что же такое Российский университет дружбы народов. Сегодня РУДН является одним из ведущих вузов в области подготовки кадров высшей квалификации и проведения фундаментальных прикладных исследований. РУДН имеет многопрофильную структуру. Как принято говорить, РУДН это классический вуз. И с каждым годом мы улучшаем позиции конкурентоспособности не только в российских, но и в мировых рейтингах. О чем говорят цифры? Сейчас РУДН уже делает стремительный рывок и по рейтингу МКС мы входим в топ 500 лучших вузов мира. Сегодня РУДН это 13 учебных подразделений, факультеты, институты, академии. В частности, сегодня больше мы будем говорить про факультет гуманитарных и социальных наук. На слайде вы можете видеть цифры, которые говорят сами за себя. Единственное, что добавлю от себя пункт 157 стран мира. Действительно, РУДН это сегодня весь мир. И лозунг и слоган университета, что открой весь мир в одном университете, это не просто слова, это наша реальность, это наша жизнь. И проучаясь два года в магистратуре и потом, надеюсь, вам это понравится, вы поставите в астронатуру, вы поймете, что действительно РУДН это большая семья, это весь мир, который вы можете открыть в одном университете. На сегодняшний день в университете осуществляется подготовка по 150 магистратским специализациям. В частности, сегодня мы будем говорить подробнее о философии. здесь отмечу, что РУДН имеет право устанавливать собственный стандарт для программ высшего профессионального образования и право самостоятельно присутствовать учебные степени. Для тех, кто успешно закончит магистратуру, будет вести успешную научную деятельность, это актуально предоступление в аспирантуру и, надеюсь, в дальнейшем, когда вы захотите защищать ваши кандидатские, а потом уже и докторские диссертации. Факультет гуманитарных и социальных наук, который мы представляем, является структурным подразделением университета, осуществляет подготовку на 15 кафедрах по 8 направлениям. Это философия, социология, история, политология, искусство гуманитарной науки, международные отношения, зарубежные регионоведения и государственное муниципальное управление. Возглавляет наш факультет, доктор философских наук, профессор Цвык Владимир Анатольевич. Сейчас расскажу про документы, про даты подачи, сроки подачи. На направлении философии присутствует только очная форма обучения, поэтому сроки подачи документов с 20 июня 2019 года по 22 июля. Проведение междисциплинарного экзамена предусмотрено с 23 июля по 26 июля. Далее о том, какие документы необходимо будет предоставить для поступления в администратуру. Во-первых, это копия и оригинал документа о высшем образовании и квалификации. Здесь отмечу, что при наличии диплома с отличием это дает дополнительный 5 баллов при конкурсе. Второй пункт это копия удостоверения личности, это как правило паспорт со сканом страницы постоянной регистрации. Далее это 4 фотографии формата 3 на 4. Следующий пункт узнания иностранного и профильного языка при условии, что вы захотите учиться или стажироваться в вузах-партнерах. С более подробной информацией вы также можете ознакомиться на сайте приемной комиссии РТН в разделе магистратура. Вот у нас уже Полина задает вопрос, что еще дает дополнительные баллы. Помимо красного диплома дополнительные баллы еще дает участие победа, либо призовое место в студенческой олимпиаде, в всероссийской студенческой олимпиаде «Я профессионал». Это дополнительные 10 баллов. Здесь указаны мои контактные данные. Еще раз представлюсь, меня зовут Ягодка Николай Николаевич, я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии факультета гуманитарных и социальных наук. Если вдруг по ходу нашего сегодняшнего вебинара, либо по ходу ознакомления с документацией о приеме в ВУЗ, у вас будут возникать вопросы, не стесняйтесь, пишите, мы будем решать их вместе и постараемся дать вам наиболее полный и развернутый ответ. И в завершении своего выступления скажу, что по плану на 2019-2020 год предусмотрено 8 бюджетных мест на направлении философия. Цифры могут корректироваться, но на данный момент у нас такие данные. Что касается олимпиады, то здесь целесообразнее посмотреть на соответствующем сайте, потому что по срокам я, к сожалению, не могу вас сориентировать, потому что проводим олимпиаду, это не мы, здесь не могу. А сейчас разрешите предоставить слово моим коллегам с кафедры философии. Белов Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор заведующей кафедры антологии, теории и познания и Ивлева Марина Левенбертовна, доктор философских наук, профессора заведующей кафедры социальной философии. Они расскажут вам подробнее, что такое философия, какие преимущества у программы магистратуры по направлению философии, где возможны трудоустройства, особенности обучения. Передаю слово коллегам. И отмечу, что в конце выступления, если возникнут вопросы организационного характера, я готов также буду ответить. Спасибо за внимание. Добрый день, Полина. Полина, если у вас есть какие-то вопросы, может быть вы сформулируете какие-то вопросы, которые касаются содержания нашей программы. Дело в том, что мы подготовили презентацию по программе. Мышкой. Вот в эту штуку. Мышка. Нет, это никак. То есть это магистрская программа? Да, ну хорошо. Она проявляется для всех. Полина, текст у вас перед глазами. Дело в том, что сама по себе магистрская программа, она... Да, вас не видно, вы говорите, а... А куда мы говорим? Вот, чтобы все было как-то... То есть содержание нашей программы, оно... Оно будет чуть ниже, но здесь информация о том, что мы имели в этой программе, что у нас получается. То есть мы готовим, конечно, специалистов достаточно широкого профиля и с огромными возможностями в плане будущего трудоустройства. То есть у нас много пустошек. Да, да. Сейчас же видно, нормально. То есть мы... Мы видим. Итак, Полина, то есть мы... На нашем факультете четыре философские кафедры. Это означает, что спектр вопросов или материал, которым мы располагаем, и специалисты, которые будут с вами работать, они работают в разных направлениях. То есть у нас несколько профилей этой программы. И они... Это антология теории познания. Вот Владимир Николаевич заведует кафедрой антологии теории познания и, соответственно, он более подробно расскажет вам о том, чем занимается кафедра и за специалисты. Есть кафедра. Вторая кафедра – это кафедра истории и философии. Возглавляет ее наш проректор Кирабет Русирикович, довольно известный специалист в области философии. Если у вас возникнет вопрос о том, чем занимается кафедром, мы готовы на них тоже ответить. Третья кафедра – это кафедра социальной философии, которую углавляю я. Мы занимаемся, изучаем вопросы, связанные с местом отдельного человека в обществе, его функциями, его статусами, какими-то возможностями. Ну и, конечно, важно посмотреть на какие-то специальные функции, социальные роли. Ну, в общем, это, конечно, не полный перечень. И есть еще кафедры этики. Ну, исходя из названия, они занимаются, конечно, фактическими вопросами, аморальными и так далее. Ну, исходя из названия этой программы «Знания ценностей» на сова в изменяющемся мире, конечно, основные акценты связаны именно с этой проблематикой. Где могут работать специалисты, выпускники нашей магистрской программы? Вот у вас преобразан этот перечень этих организаций. Это, конечно, и образовательные организации, это и органы государственной власти, средства массовой информации. Но, конечно, мы перечисляем эти организации, эти органы, исходя из того, где наши специалисты работают. Но это не значит, что тот перечень, который вы видите, является окончательным. Конечно, наши специалисты, вернее, выпускники магистрской программы, они трудоустраиваются практически в любой организации, которая в той или иной мере связана с философской проблематикой, и не только с ней. Потому что, как вы видите, само название, оно не чисто философская, вернее, не теоретическая программа. Она сориентирована не столько на получение фундаментальных знаний, а есть очень серьезные еще и прикладные аспекты. Что касается самого содержания этой подготовки, то вот следующий слайд у нас как раз и ориентирует вас на то, что мы изучаем в рамках магистративной. То есть специализация идет с первого года обучения. Что означает специализация? Это означает, что вы претерпляетесь к той или иной кафедре и в рамках этой кафедры готовите к квалификационную работу. Причем эта квалификационная работа пишется вами не на первом году, а в течение всего срока обучения в магистратуре. То есть очень много времени, очень большая помощь ваших научных руководителей. Ну и, конечно, есть возможность сосредоточиться на каком-то конкретном вопросе, в том числе и даже есть такая возможность поменять тему в течение года обучения, вот там, скажем, углубить ее, наоборот, в какую-то другую плоскость. В ходе того, что вы можете даже поменять кафедры специализации, это тоже допустило вполне. То есть нет никаких жестких рамок, которые бы однозначно предполагали вашу закрепленность или приверженность к той или иной проблематике. Вы можете здесь выбирать, вы можете здесь двигаться по любой траектории. То есть наша магистратура в этом смысле, она предоставляет очень широкие возможности именно в плане ваших каких-то предпочтений, желаний, можете креативить, можете предлагать какие-то собственные варианты решения. В этом смысле, конечно, наши преподаватели, сейчас я могу перейду к специалистам, которые работают в нашей магистратуре. Следующий слайд у нас о специалициях немножко подробнее можно рассказать. В частности, у нас на моей кафедре социальной философии работают преподаватели, которые занимаются такой проблематикой, как, скажем, философия экономики у нас. Есть преподаватели Орехов, госпитарства и кафедрологических наук. Он является одним даже основателем, можно так выразиться, нового дисциплинарного направления по изучению кафедрологических наук. Ему принадлежит его оригинальное название, его направление по патологии. Вот у нас, буквально недавно была защищена Казидарская диссертация. То есть, можно даже сказать, что формируется некая научная школа под руководством нашего доктора наука Ехова. И эта научная школа занимается очень интересными проблемами. В каком-то смысле, это даже немного спорная образь. То есть, нельзя сказать, что она всеми одобряется, всеми принимается и является такой вот уже... то есть, поддерживается буквально одиногласно. И, конечно, это еще мы так выразить не можем. Поэтому, ну, что есть, то есть. Есть движения, есть некоторые задумки, есть некоторые проекты. И, вот, могу с вами поделить еще одну новость. Сейчас к нам пытается, вот, как раз в банках этого же самого научного направления, прикрепиться в качестве аспиратора. Человек со стороны, который не обучался никогда в РУДЕ, но ознакомился с прудами Орехова и часть Зензий. Может быть, я слишком подробно рассказываю, но мне кажется, что эти примеры, которые я привожу, они дают более четкое представление о том, что происходит в рамках магистратуры, поскольку в качестве научных руководителей ваших магистрских работ выступают именно преподаватели-канкеры. Ну, проблематика, как я уже сказала, очень широкая. Это и проблемы справедливости, это и экологическая проблематика очень активно, дургонально разрабатывается. Мы также интересуемся проблемами социальной аксиологии, социальной антропологии. Ну, то есть, самый широкий круг вопросов, который затратит наши специалисты. Ну, я думаю, что сейчас мы передоставим с вами Владимиру Николаевичу, которые, Катя, немножко подробнее расскажет. Ну, я бы сначала все-таки, как бы, шуточный вопрос связан с нашими выступлениями, более такой прагматический, потому что мы с Мариной Левенберговной работаем и летом в приемной комиссии, поэтому знаем всю кухню выступления. И, значит, у нас уже несколько лет на эту ступень образования 10 человек дают в министерство по бюджету, вот, и там, наверное, несколько человек тоже мы можем принимать и по контракту. Что здесь может быть интересно для иногородних или иноинститутских поступающих, это то, что у нас есть своя квота на, как раз, квота на то, чтобы мы принимали как раз не только своих выпускников, а отдавали предпочтение поступающим из других вузов Москвы или даже иногородних. Есть у нас очень хороший кампус студенческий, то есть, качи жития предоставляется, поэтому, как бы, иногородние студенты, выпускники к нам тоже примятся. И, в общем-то, здесь хорошая жизнь, помимо учебы, бурлит, уже сказал Николай Николаевич, много национальности нашего университета, вот, и, как бы, постоянные у нас проходят дни той или иной культуры, постоянные, как бы, такие обмены, и культурные, и спортивные, и какие только. Ну, жизнь, в общем, достаточно такая разнообразная во всех ее проявлениях. Что касается, да, вот, поступления, да, у нас, как бы, разработаны свои вопросы, которые доступны, которые вы можете подготовиться, и, соответственно, письменно, летом, в определенный день отвечаете, на следующий день у нас, как бы, вывешиваются результаты, и, соответственно, вы можете их знать. Что касается, ну, вот, нашего, как бы, опыта предыдущих лет, да, и конкурса, он есть, то есть у нас, несмотря на то, что 10 человек – это достаточно большое количество, вот, документов остается обычно больше, поэтому, ну, конечно, есть своя конкуренция, есть свой отбор, вот, вот, но, как бы, хотелось, конечно, всегда поддерживать, мы это делаем, интересных исследователей, к нам поступают не только философы, но и представители без базового образования, да, если, да, что делать, если экзамены, да, в один день, ну, здесь, как бы, мы ничего поделать не можем, потому что это устанавливается, как бы, жестко, и никаких вариантов, да, о каких-то переносах или отложениях, или что-то еще мы сделать не можем, здесь уже вам придется, наверное, самим приоритетность выбирать, где, как бы, вы сможете поучаствовать, а где не сможете. То есть это вопрос вашего выбора. Здесь мы уже не сможем повлиять на такую ситуацию в один день. Это, конечно, неудобно, но, да, иногда получается. Ну, возможно, конечно, и я думаю, что, ну, вы же будете заранее знать о том, в какие дни назначены экзамены, поэтому, наверное, если бы от вас тоже что-то зависит, от вашей активности. Я, правда, не знаю, какого рода активность тут предполагается. Может быть, есть смысл уточнить в приемной комиссии у секретарей приемной комиссии? Кто знает? Нет, были такие ситуации раньше, да, приходили к нам, говорят, что вот, как бы, подпадали документы еще несколько вузов, да, и, как бы, не могут присутствовать при одновременной издаче, но, как бы, вот, предпочитали что-то, что-то в своем приоритете. Ну, соответственно, два года, да, у нас обучения, это вы знаете, полтора года у нас идут занятия, и полгода вы готовите выпускную конструкционную работу, вам дается время специальное для подготовки. Что касается самих занятий, да, то есть, в них задействованы, в общем-то, ведущие специалисты четырех кафедр, работу, Марина Вильбертова, мы уже сказали, вы начинаете конструкционную работу писать уже в самом начале, то есть, считается, что вы все-таки приходите уже достаточно подготовленными. С некоторым заделом. Ну, да, уже осознанно выбираете все-таки свое направление, поэтому, в общем-то, это вполне нормально. В качестве одной из специфик, еще такой, как бы, даже не философской, хотел бы сказать о языках и, как бы, такого достаточно серьезного отношения к языковой подготовке в РУДН. Ну, это, в общем-то, вполне оправданно, это понятно. Международный ВУЗ. И, конечно же, любой профессионал, а манистратура это уже выбор профессионала, да, предполагает, что на этом этапе, ну и на последующих, если человек остается в этой профессиональной сфере, конечно же, без международного языка, без международного обмена, общения, ну, каких-либо результатов добиться невозможно, поэтому у нас и преподаватели достаточно активно мобильны и ездят на мероприятия международного уровня. И к нам приезжают очень много приглашенных преподавателей, профессоров с лекциями, открытыми лекциями на, в основном, английском языке. Поэтому, конечно, это предполагает и от вас определенного уровня языкового. И, как бы, здесь, если у вас недостаточно этот уровень, здесь есть все возможности, чтобы за два года его, в общем-то, очень хорошо улучшить. Вот. Что касается... У нас не только в области английского языка вы можете совершенствоваться, но и китайский язык, и арабский язык, то есть у нас многоязычный курс, и среда многоязычная, и возможности для получения даже диплома переводчика, это же такая возможность для магистров, то есть есть массовые курсы, по окончании которых вы получаете диплом переводчика, языковые курсы. Это, конечно, на коммерческой основе, но, тем не менее, это диплом государственного образца, который дает возможность вашего дальнейшего трудоустройства по этой специальности. Плюс я еще бы упомянула стажировки. То есть вы можете стажироваться в рамках периода обучения в магистратуре в ряде зубежных вводов, и это приветствуется, для этого созданы условия, и у нас есть не только опыт, но существует и практика достаточно распространенная, когда наши магистры выезжают в зарубежные страны, обучаются там в течение какого-то времени. Вот сейчас у нас с дипломы Костина, дипломы, программа Сталина Восемь, она будет еще одержима в десятку диссертации. В свое время, в период обучения в магистратуре РУДЭ, она отправилась в Париж на самих программах, приобрела некоторый опыт в рамках зарубежной магистратуры. И опыт оказался очень-очень успешным. Ну, да, и хочу сказать, что, конечно, вернее, повторить, что на магистратурской программе работают у нас хорошие, известные профессионалы, в общем-то, люди, которые имеют, ну, так скажем, свою научную школу. Если говорить вот о кафе антологии теории познания, то я бы, ну, остановился на найдыши Вячеслав Михайлович, профессор, который имеет несколько переизданных учебников по концептам современного естествознания. Большой, ну, ведущий специалист, небольшой, проблемам мифа. Если говорить о, так сказать, вашем покорном услуге, то также являюсь, как бы, и основателем, и руководителем школы по неокантианству, русскому и немецкому. Вот, поэтому, ну, и в рамках магистратуры наши преподаватели, собственно, предлагают вам продолжить, так скажем, традицию вот этих научных школ, чтобы иметь возможность, собственно, и идти на следующую ступень. То есть у нас, помимо магистратуры, наверное, знают уже все, кто интересуется, собственно, своей перспективой, что есть и аспирантура, есть и докторантура, есть свой ученый совет, вернее, диссертационный совет, да, по защитам как кандидатских, так и докторских диссертаций, причем этот диссертационный совет вот совсем недавно получил право самостоятельно присуждать, да, эти ученые звания без, как бы, министерского, уже там, высшего, высшего одобрения благословения, то есть на нашем уровне уже мы можем констатировать для того или иного профессионала, достойно он этого звания или нет. То есть это достаточно высокая оценка и высокое доверие нашему, нашим, в общем, преподавателям, нашим ученым, в вузу в целом. Вот, поэтому я думаю, если у вас действительно есть желание, есть интересные идеи, есть какое-то, ну вот, действительно внутреннее такое, такое убеждение, что это ваше, что это, в общем-то, то, чему вы готовы посвятить свои, свои годы, а может быть, и в твою жизнь, приходите, не пожалеете. Да, Полина, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, может быть, что-то интересует, а мы не рассказали, мы готовы ответить на ваши вопросы. Это первое. И второе, конечно, мы вас вообще приглашаем более подробно ознакомиться с тем, что происходит на нашем факультете, на наших кафедрах, то есть мы готовы к тому, чтобы общаться с вами и отвечать на ваши вопросы в рамках Дни открытых дверей, которые у нас проходят в соответствии с определенным графиком. Мы на этих Днях открытых дверей очень много всего интересного рассказываем, показываем, поэтому добро пожаловать в Дни открытых дверей, не онлайн, а в реальное общение. Когда будет ближайший день открытых дверей? 6 апреля в 9 часов утра. Пожалуйста, приходите. Вот Николай Николаевич подсказывает. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, то мы сейчас можем ответить. Если вы придете на День открытых дверей, то до 6 апреля, может быть, у вас появятся новые вопросы. Вы сейчас осмыслите то, что мы рассказали, а дальше у вас будут множиться эти вопросы, потому что, естественно, в течение такого короткого времени обо всем рассказать не получается, но, тем не менее, уверена, что у вас возникнут вопросы. 6 апреля в 9 часов это будет общее собрание всех факультетов, всего РУДН. Ну, расскажет вообще, кто это и что это. А потом, по-моему, в 12, да, у нас обычно уже на факультете декан собирается сначала, а потом уже по направлениям, по факторам расходится. То есть все уровни администрации, руководства, да, с вами встречаются и, соответственно, рассказывают о событиях. Ну, и знаете, чем хороши эти дни открытых людей, что вы просто походите по коридору и почувствуете, ваше это место или нет. Знаете, очень многие люди обращают внимание на самочувствие, которое ты испытываешь. Комфортно себе в этих стадиях, некомфортно. Ну, и вот Владимир Николаевич говорил о том, что наши студенты ведут очень активную творческую жизнь, это действительно так, но плюс ко всему еще и спортивная жизнь у нас очень активная. Поэтому, если вы увлекаетесь спортом, тем более, если вы не просто увлекаетесь, а даже иметь какие-то достаточно серьезно занимаетесь спортом, то добро пожаловать к нам. У нас для этого созданы все условия. Ну, и, конечно, не следует забывать о том, что здесь есть возможность общаться, взаимодействовать с представителями. Сколько у вас стран не поезжает? 157 стран. Мы все представим. Мы иногда на карте даже не знаем, где находится страна. Вот у меня на занятиях студенты иногда просто рассказывают, а кто-то сутки в своей стране рассказывает, и как много интересного узнаешь об этом. Это живое общение, но ничем его не заменить. Да, если нет вопросов, то мы были рады с вами пообщаться. Если мы оказались вам полезны, замечательно. Ну и до встречи.